Тема рака груди окружена множеством мифов. Доктор Ви только что упомянула мифы о раке груди. В течение этого месяца мы постоянно слышим, что лучшая защита от рака груди – это ранняя диагностика. И каждый знает, что маммография – это лучший метод ранней диагностики рака груди. Но это миф. Было проведено, по крайней мере, два очень крупных исследования недостатков маммографии. Кажется, одно из них было проведено в Канаде. Исследователи проверили данные за 20 или 25 лет и не выявили преимуществ маммографии. А крупный британский журнал Lancet, аналог нашего журнала Американской медицинской ассоциации, писал о том, что этот метод не только не имеет никаких преимуществ, но, возможно, даже вреден. Ведь ионизирующая радиация, как известно, не самая полезная вещь. Маммограф действует как блинница. Если у вас рак, и вы раздавите оболочку, которая его окружила тело, то вы можете спровоцировать его распространение. Я не знаю и не хочу проверять. И это было в Lancet? Это довольно авторитетный журнал. Да, вполне авторитетный. И об этом писал также британский медицинский журнал. Так что это было в двух или трех авторитетных международных журналах. Ранняя диагностика – это ранняя смерть. Потому что чем раньше обнаружат рак, тем скорее вас начнут резать, облучать, лечить химией, и тем скорее вы умрете. Нужно от 7 до 12 лет, чтобы раковая опухоль в груди выросла до такого размера, который можно выявить при диагностике. Так что нет необходимости в спешке. Но если у вас обнаружат рак груди, вам тут же скажут – срочно оперировать, завтра утром. Принуждают. Да, принуждают, потому что не хотят, чтобы у вас было время самостоятельно изучить все и взвесить. Поговорим о ранней диагностике. Представьте себе лимфатическую систему. Объем лимфы в 4 раза больше, чем объем крови. Лимфатическая система и лимфоузлы призваны обезвреживать токсины. Например, при тонзилите лимфоузлы опухают, и это значит, что они работают в полную силу. Это неплохо, наоборот. Это говорит о том, что миндалины разжижают токсины, нейтрализуют и выводят их. Поэтому, когда у вас это происходит, представьте себе прыщ, готовый лопнуть. Лимфоузлы в груди тоже работают изо всех сил. Они воспалены и похожи на тот прыщик, готовый лопнуть. И тут вам сдавливают грудь с силой в 20 килограмм, чтобы лопнуло наверняка. Да. Мы, медики, сами провоцируем рак груди у женщин, требуя от них пройти маммографию. Потому что маммография приводит к раку груди. То есть маммография вредна для женщин, и они не должны регулярно ее проходить. Это однозначно. И так говорится в рецензируемой медицинской литературе. Но и сегодня, если женщина обращается к гинекологу или к семейному доктору, ее начинают настойчиво, бескомпромиссно убеждать пройти маммографию, которая провоцирует рак груди. Утверждение доктора Джонсона о том, что маммография приводит к раку, впечатляет. В этом смысле, как мне кажется, она сродни химиотерапии, потому что химиотерапия на самом деле тоже вызывает рак. В прошлой серии мы узнали про доктора Фарида Фата, который диагностировал рак у людей, не больных раком, а затем назначал ему химиотерапию. Можно сказать, он их гипердиагностировал. А как насчет маммографии? Может ли маммография выявлять рак груди у женщин, у которых нет никакого рака? Всю ли правду нам говорят об этом? Имеет место манипулирование наукой. Также наблюдается очень опасная тенденция – гипердиагностика, которая за прошедшие 30 лет затронула миллионы женщин в мире. Что они делают? Они убеждают женщин, что если они согласятся на рентгеновскую маммографию, то это поможет им в долгосрочной перспективе, даже если у них нет симптомов. И это снизит риск рака, потому что лучшая защита – ранняя диагностика. Точно. Они даже приравнивают маммографию к профилактике, несмотря на то, что грудь подвергается воздействию радиации с доказанным риском провоцирования рака груди. Особенно, если у вас есть гены BRCA1 и 2 из-за возможных мутаций, которых все боятся. Потому что вам труднее защититься от повреждений, вызванных радиацией. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в журнале медицины Новой Англии, за последние 30 лет в США гипердиагностика привела к тому, что у миллиона 300 тысяч женщин была диагностирована ранняя стадия рака груди, которая технически не является сколь-либо опасным раком. Это так называемая инкапсулированная карцинома молочного протока, или нулевая стадия рака. Но ее приравняли к настоящему раку, хотя теперь мы знаем, что это не так. Этим женщинам делали стандартные процедуры – мастектомию, секторальную резекцию, лучевую терапию, химиотерапию с такими препаратами, как тамоксифен. А затем назначали гормоноподавляющую терапию, например, аримидекс. Проще говоря, мы имеем дело с чем-то вроде медицинского холокоста, потому что этим женщинам пришлось пережить диагноз, которого у них не было, а затем лечение от рака, вызванные им побочные эффекты и духовно-эмоциональный стресс. И после этого медицинская индустрия сообщает им, что их жизнь спасена, тогда как в реальности произошло как раз обратное. Они попадают под влияние агрессора, как при Стокгольмском синдроме. Миллионы людей выходят на марши ради информационной кампании о раке груди, не понимая, что на самом деле это спонсируется корпорациями, которые зарабатывают на препаратах для лечения рака груди. Я имею в виду корпорацию AstraZeneca, бывшее подразделение Imperial Chemical Industries, которое в 80-е годы начала информационные кампании о раке груди. У них есть или были патенты на тамоксифен и аримидекс. Это порочный круг промывания мозгов, скрывающий то, что в итоге стоило жизни сотням тысяч женщин.